Принять позу летучей мыши, ну или почувствовать себя суперменом, летящим на помощь. Говорят, что великие йоги спустя годы упорной работы над собой способны преодолеть земное притяжение. Об этом, конечно, можно только мечтать, но мечтать иногда не вредно. Может, конечно, и не левитировать, но зависнуть над землей вполне по силам любому. Получить урок йоги не простой, а антигравитационной мечтала молодая жительница Екатеринбурга. Вверх тормашками наша рубрика «Хочу и могу». Меня зовут Александра, мне 27 лет. Я бы хотела позаниматься антигравитационной йогой. Меня зовут Майя, я инструктор по антигравитационной йоге, и сегодня я помогу Александре осуществить ее мечту. Александр, здравствуйте. Мы сегодня с вами попробуем антигравитационную йогу осуществить вашу мечту. Но перед этим мы сделаем небольшую разминку на коврике. Я увидела в интернете, что есть йога в гамаках. Оказалось, что это антигравитационная йога. Я подумала, что за интересный вид. И, собственно, мне очень захотелось попробовать, что это такое. Толкнулись носочками пола, колени к груди подтянули, спинку округлили. На 3-4 дыхания задержались, хорошенько на выдохе подтянули не из живота. Немножко держимся, держимся. Мы начали разминать пальцы, они у меня начали все хрустеть. Просто потом, я до сих пор даже сейчас чувствую, что пальцы так, они, ну, будь то бы как не твои. Александра, это у нас гамак для антигравитационной йоги. Не так давно он у нас появился в Екатеринбурге. Мы обычно привыкли заниматься на коврике, да, то есть иметь устойчивое положение. Здесь у нас немножко йога больше даже гимнастическая. Поначалу кажется, что очень ненадежно. И ткань сама такая, ну, она не кажется очень прочной, но вот опять же инструктор объяснил, что все в порядке, выдерживает и 300 килограммов. А вы не боитесь упасть? Вот как-то так все. Можно полностью опуститься? Конечно. Хорошо, держитесь за гамак. Так. Выдыхом наклоняйтесь, максимально разводим ноги. Стоп, стоп, стоп. Ну, пяточки, пяточки делаем. Расслабьтесь, тихонечко опускайте, полностью расслабьте все тело. Глазки можно закрыть и понаблюдать за вытяжением позвоночника. Я как мышь летучая, да? Ты висишь где-то, болтаешься. Более того, тебе надо еще думать, как, что, ногу к ноге, рука к руке, потом еще загнуться, перевернуться. В это время у тебя голова просто кружится, очень сильно кружится, очень сильно просто кружится. Не должно быть некомфортных ощущений в пояснице. Все нормально? Ну, так скажем, все равно не очень комфортно. Ну, потому что, я смотрю, немножко неровно висите. У вас одна нога выше, другая ниже, что как бы не должно быть. Смотрите, ручки вперед, выверните вот так вот, ножки подавайте мне и начинаете толкаться руками, приподниматься. Уууу, я Супермен! В позу Супермена это, конечно, очень смешно. Сразу же в голове всплывают кадры, как Супермен летит, и, в общем, там что-то кричит, плач развивается. Я себя чувствую как-то как вилибристом. Голова еще не кружится? Ну, так. Немножко тогда. Хорошо, туда тихонечко приподнимаемся, и когда голова доходит до уровня таза, ножки тихонечко разводим. Вот так, ручку надо было взять, ничего страшного. Не снимайте это! Мне кажется, я сейчас упаду, нет? Не упадете, хорошенько пятки подтягиваем. Мамочки! Держимся, все хорошо. Беремся за средние ручки, локти сводим вместе и обратно выныриваем. Держимся, держимся, ножки вытягиваем вперед и по одной вытаскиваем. Кажется, все намного проще, когда смотришь, а сам, когда ты просто в таком перевернутом состоянии, кажется, что бум, на пол. В принципе, вы молодцы. Как начинающие, да, у вас все хорошо получилось. Мне очень понравилось, это так очень необычно, и я бы хотела, конечно, продолжить. Также у меня есть своя мечта, которую я уже превратила в намерение, открыть свою йога-студию, да, в ближайшем будущем, и заняться еще йога-терапией, и также использовать ее в своей работе.